В Москве заключен под домашний арест глава финансовой корпорации «Система» Владимир Евтушенков. Его обвиняют в отмывании денег. В Российском Союзе промышленников и предпринимателей считают, что обвинение Евтушенкову похоже на дело Ходорковского. Кремлеполитическую подоплеку ареста отрицают. После ареста Евтушенкова обвалились акции «Системы», «Башнефти» и «МТС». Противников выхода Шотландии из состава Великобритании немногим больше, чем сторонников. Таковы результаты опросов в преддверии референдума. По данным британских социологов, 45% шотландцев хотят сохранить Соединенное Королевство. За отделение Шотландии выступает 41% опрошенных, 14% еще не определились. Несмотря на договоренность о прекращении огня, в среду утром возобновились бои в районе аэропорта Донецка. Его начали штурмовать сепаратисты. Тем временем ООН сообщает, что за пять месяцев военных действий из зоны конфликта в соседние страны бежали почти 370 тысяч человек. Большинство из них нашло убежище в России. Эпидемия лихорадки Эбола вышла из-под контроля. Если ее не остановить, жертвами могут стать десятки, а то и сотни тысяч людей, заявил Барак Обама. Президент США также представил план действий по борьбе с эпидемией. На его реализацию планируется выделить дополнительно полмиллиарда долларов. С 2017 года США планируют отправлять астронавтов на МКС на собственном космическом корабле. Космическое агентство НАСА заключило договор с компаниями Boeing и SpaceX о создании нового корабля для пилотируемых полетов. С 2011 года американских астронавтов на МКС доставляла российская ракета «Союз». Редактор субтитров А.Семкин